В России всегда было две беды – дураки и дороги. К дорогам мы уже привыкли, а вот с глупостью надо бороться, и победим мы ее только вместе. В передаче «Без дураков». Пора становиться умнее. Добрый день, дорогие радиослушатели. На дворе среда, 3 октября. А это значит, что в эфире «Радио говорит Саров». Очередной выпуск еженедельной передачи «Без дураков». В течение часа мы будем знакомить вас с самыми важными и нашумевшими событиями последних дней. Попытаемся разобраться в том, что прямо сейчас происходит в стране, мире и, конечно же, в нашем городе, а также честно и беспристрастно дадим личную оценку произошедшего. Но поскольку задача эта не из легких, да и двух субъективных мнений явно недостаточно, дорогие друзья, мы очень надеемся на ваше участие в этом открытом и честном разговоре «Без дураков». Подключиться к обсуждению можно в любой момент. Для этого достаточно набрать простой номер 3-107-4. Сегодня для вас, как всегда, работают ведущий музыкально-завлекательного шоу «Миксер» Виктор. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. И я, Антон Андреев. Итак, мы начинаем. Сегодняшний наш выпуск, я думаю, можно по праву назвать «Кавказским», потому что будем обсуждать события, которые произошли в этом регионе мира, а также события, которые приключились с выходцами из этих краев. И вот сегодняшняя наша первая тема – это поведение кавказцев в Москве, а именно кавказская свадьба со стрельбой, которая произошла 30 сентября. Тогда, напомню, дагестанец Артур Оливеков, которого все почему-то упорно называют чеченцем, отпраздновал в Москве свадьбу, которая привлекла внимание едва ли не всей страны, а праздничный кортеж автомобиля, въехал в Москву из Подмосковья, затем переехал на Тверскую улицу. Ну, для тех, кто не знает, это самый центр столицы, и вне крупных общенациональных праздников улицы часто становятся местом народных гуляний, для чего по ней перекрывается движение транспортных средств. По свидетельству очевидцев, на всем протяжении исследования праздничная компания стреляла в воздух по автомобилям милиции, которые пытались ее остановить, и просто людей, которые проезжали, и некоторые пытались обогнать свадебный кортеж, который двигался, ну, с не самой быстрой, скажем так, скоростью. Друг Оливеков в беседе с журналистами потом сообщил следующее. Мол, самый Оливеков человек вполне культурный, в Москве живет давно, и уже приспособился к тамошним реалиям. Основную проблему обеспечили родственники Оливекова и, ну, соответственно, его супруги, которые приехали, в общем, из дальних краев Дагестана и не сильно знакомы с нравами нашей столицы. Вот. Для дагестанцев все закончилось вполне благополучно. На них составили протоколы по статьям 12.20, это нарушение правил пользования звуковыми сигналами, 12.5, нарушение правил тонировки, и 28, самое серьезное нарушение правил использования травматического оружия. При этом в нашем кодексе об административных правонарушениях есть такая статья 20.13, стрельба из оружия в неотведенных для этого местах, поскольку по закону стрелять, ну, даже если, в общем-то, исключительно в развлекательных целях или попрактиковаться, можно только на стрельбищах в тирах или иных подобных местах, ну, или в лесу, при наличии охотничьего билета. Ведущий научный сотрудник Института социологии Российской Академии наук, кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, так прокомментировал произошедшее, «Стрелять на свадьбе у кавказцев – традиция, там оружие – символ взрослого мужчины, а выстрелы из него вверх – просто приветствие, в них нет никакой агрессии». Что же касается стрельбы по машинам, это обусловлено другим кавказским обычаям. «На Кавказе не принято обгонять свадебный кортеж, это расценивается как оскорбление». «Видимо, огонь был открыт именно по оскорбившему свадьбе». Вот такой интересный комментарий. Такие даже люди у нас в стране живут, оказывается. Виктор, я знаю, тебе есть что сказать. Ну, во-первых, когда я услышал об этой истории, еще не зная всех подробностей, просто когда случились, по-моему, выходные, если не ошибаюсь, да? Ну да, 30-е, по-моему, суббота воскресенье. Ну, вот как раз, да, в одном из вечерних выпусков новостей я это услышал. Разумеется, реакция была одна. До того, как я застал только конец репортажа, и там было сказано, что вот, стреляли в воздух на свадьбе, я не знаю, как на это отреагировали большинство телезрителей, но у меня сразу появилась мысль. Наверняка свадьба была кавказская. Ну, это понятно, потому что почти каждый день мы видим в новостях, что все, что случается такого странного, экстраординарного на уровне хулиганства или даже мелких уголовных правонарушений, а то и крупных уголовных правонарушений, связано почему-то именно с гостями, выходцами из Кавказа и Средней Азии. Так уж повелось. И поэтому люди, которые говорят, что пытаются надеть, опять же, шор на глаза общественности, говорят, что в этом нет никакой национальной подоплеки, в принципе, она есть, так или иначе. Русские, татары и все остальные прочие жители Российской Федерации тоже нарушают закон, но почему-то очень часто говорят об этом, героями становятся именно кавказцы. Я обратился к интернету, и в интернете как раз на одном из новостных сайтов прочитал, да, «Дагестанская свадьба». Про шутки с дагестанцами, с участием дагестанцев и шутки про дагестанцев, они все известны. Хорошо достаточно также пролистать хотя бы тот же самый сайт vk.com. Любые социальные сети, они просто пестрят остроумными, плоскими, либо же откровенно мационалистическими шутками про дагестанцев. Судя по всему, действительно такая проблема в Москве есть, и вот эта свадьба подтверждает. Мои догадки и догадки, наверное, на большинство россиян. Может быть, все-таки безобразие кавказцев такие массовые, это просто миф? То есть, ну, тема больная, и, соответственно, СМИ ее раздувают, рассчитывая на высокий интерес. Разумеется, думаю, да, в какой-то степени она раздута, но так или иначе факт остается фактом. Очень часто мы слышим, ты знаешь, раздувай, не раздувай, но если есть, а дыма без огня не бывает, если есть что раздувать, значит, все равно причина какая-то есть в этом. Вот я знаю, что ты жил, пока учился в Арзамасе, да, там были выходцы у вас из Кавказа? Ну, нет, я особо не замечал, но там было, по-моему, представителей других национальностей. Ну, как вы там себе видели? Но громких скандалов таких не было. Хотя в Нижегородской области, в селах или поселках городского типа, где действительно в довольно интересном и большом числе проживают выходцы из Кавказа, там действительно по рассказам близких друзей своих я слышал о не слишком хорошем и адекватном поведении со стороны именно кавказцев. А я вот тебе еще такой вопрос хотел спросить. А ты как думаешь, здесь большое значение имеет именно фактор веры? Потому что у нас ведь живет в Нижегородской области много татар. Причем они здесь живут уже не одну сотню лет. И, ну, ни одной громкой истории с ними не было. Тоже мусульмане точно так же исполняют все соответствующие обряды. Я понял. В принципе, сводить все к религии глупо и беспочвенно. Потому что если человеку нужно вести себя как животному, он ведет себя как животное. Неважно, кто он, буддис, христианин или мусульманин. Если мы будем рассматривать мусульманские народности как татары, то, мне кажется, лучше и ближе друзей и, там, не знаю, двоюродных братьев по истории, чем татары, у русских нет. Не зря есть поговорка «Поскреби любого русского надежь татарина». То есть татары как национальность в массе своей – это, наверное, единственная нерусская национальность, которая идеально вписалась в канву русской истории и российской истории. Ну, то есть есть и Мариэл, и Мар-2. Я про них не говорю, поскольку они довольно все-таки к нам близки. А вот если брать именно из народов более приближенных, скажем, к азии, к азиатской культуре, то татары, разумеется, на первом месте по лайкам, скажем так, если мы выразимся современным языком. То есть ты считаешь, что вот фактор веры здесь вплетать ни в коем случае нельзя? Абсолютно нет. Тут фактор, во-первых, воспитания, личного воспитания каждого человека, который ехал в том кортеже. И, разумеется, отношение и уважение к законам и порядкам того общества, в котором ты оказался. Мы опять же возвращаемся к проблеме ассимиляции. То есть вот многие защитники вот этого вот кортежа, причем очень странно, почему их защищают. Если, опять же, обратиться к интернету, очень часто довольно видные люди, даже политики, говорят то, что якобы, ну это нормально, ну ребята отметили свадьбу, хорошо, но извини меня, а почему тогда русские свадьбы никогда вот этим не отличались? Почему на русских свадьбах не стреляют? Причем мы, русские свадьбы отмечаются в родной стране, в России. Самое страшное, что случается на русских свадьбах, это старая добрая драка. И, как правило, люди уже настолько пьяны, что никто не страдает вообще. Ну бывают, конечно, тяжелые случаи. В качестве веселья очень редко, и, по крайней мере, эти случаи не получают такой огласки в СМИ. Но они громко не афишируются, потому что их и воспринимают поспокойнее. Ну да, а тут, понимаешь, дело, в принципе, довольно серьезное. Люди стреляли, и не важно, что это травматическое оружие. И, во-вторых, хочется сказать, все пеняют, даже не пеняют, а в качестве оправдания используют. Это национальные обычаи. Хорошо, ладно, это национальные обычаи в Дагестане. Наверное, если человек адекватен и воспитан, он понимает, что Дагестан и Москва – это абсолютно разные вещи. И какой-то, я не знаю, аул в Дагестане или где-нибудь там живут, и густонаселенный город, можно сказать, один из самых крупнейших городов в Европе, и один из самых влиятельных и богатых, и цивилизованных, так сказать. Да, это не аул родной, в котором можно делать все, что угодно. Виктор, а как ты думаешь, почему гости столицы, особенно с Кавказа, они не считают нужным придерживаться минимальных правил приличия? Это какое-то осознанное пренебрежение, или люди искренне считают, что палить в воздух и там плясать лесгинку возле исторических памятников? Это дело несерьезное. Я думаю, что я давно размышлял на этот вопрос, не только про Кавказ, вообще про иноземцев. Суть в том, что в Москве, как правило, приезжают отмечать свадьбы, и приезжают жить далеко не те кавказцы, которые могут называться кавказцами. То есть все нормальные люди, все нормальные кавказцы, там, не знаю, азиаты, они остаются там у себя дома, потому что им есть чем заняться у себя на родине. У них есть работа, у них есть образование, у них есть воспитание, то же самое. А большие города, не только в России, я сейчас имею в виду Европу и Америку, большие города всегда, как правило, тянутся люди местечковые, с завышенной самооценкой, с просто божественных размеров себе любим и тому подобное прочее. Отсюда вот это колхозное поведение как раз и есть. То есть, в принципе, это даже и не национальная какая-то черта, это просто банальный недостаток воспитания. То есть такой крупный, яркий город притягивает, ну, неокрепшие умы, которые, в общем, других идеалов они не могут себе. Да, у них нет ни идеалов, там, не знаю, потрудиться, поучиться, сделать что-то хорошее. С другой стороны, может быть, они себя чувствуют чужаками, что, в принципе, правильно делают, но по своему скудоумию они не находят другого выхода и выбора заявить о себе как недобрыми делами, а вот чем-то таким. Такой вот глупой, околоуголовной выходкой. Я считаю именно так. Ты знаешь, у меня вот сложилось такое мнение, может быть, оно неправильно, все-таки я никогда не был на Кавказе, что в последнее время, ну, после событий Второй Чеченской войны особенно, Чечня, Дагестан и Ингушетия, они превратились в такие самые настоящие национальные гетты, да? Русских людей там почти нет, они все уехали. И молодые люди, они, в общем-то, растут в этой атмосфере, достаточно специфической. И, может, вот именно там какие-то ограничения, да, наличие там родных, близких, там, старейшин, оно их сдерживает. Они приезжают в Москву с, ну, скажем так, интеллигентными русскими людьми, до этого они дела не имели, с этой средой они дела не имели. Мамы и папы рядом нету, которые могут в случае чего цикнуть. Вот, дедушке тоже нет авторитетного, все, никаких ограничений. Да, и хочется сказать следующее. Я, разумеется, не знаю, к счастью или к несчастью, не знал ни одного кавказца. Но, если мы вспомним, приведем, например, определенную прослойку нашего, как правило, молодежного общества, о которой редко принято говорить в СМИ, так называемые неонацисты, да? Есть националистические организации и их представители. Они называют выходцев с Азии и Кавказа зверьками. Ты слышал эту фразу? Доводилось. Да. Понятно, что фраза весьма неприятна. Да, она оскорбительная. Да, представителю, ни одного представителя любой нации не понравится, когда про него говорят так. Но, почитаем газеты, послушаем радио, послушаем телевизор. Почему представители азиатских и кавказских народностей очень часто подтверждают вот этот вот эпитет, свой адрес, своим поведением? Разумеется, не все. Но почему именно пришлые народы? Не люди, которые, скажем, армянин, грузин, чеченец, дагестанец, которые жили в Москве, в советских времен у них там, они в третьем поколении уже, да, жители, так сказать, территории на Великой Русской равнине. Они живут нормально. Они потому что воспитывают нормальных традиций, городских, там, я не знаю каких, советских, постсоветских, российских. Но вот именно приезжий народ, они как будто бы с радостью и считают за гордостью показать себя во всей красе, в кавычках, да и в негативном свете. Ты знаешь, я немного, чтобы, в общем-то, сбавить накал таких претензий к отношению к кавказцам. Я недавно читал воспоминания одного человека, ему сейчас где-то под 50, но в свое время он родился и вырос в военном городке в Германии, где в группе советских войск служил его папа. И вот он там рассказывал, как, значит, они выходили в свет, то есть Германия за пределы военной базы, переходили дорогу на красный свет. Ну, машин-то нету, даром, что местные стоят, смотрят на них, как на идиотов. Вот, глазели на все, горлани громко на улицах. И он говорит, я где-то, наверное, уже лет через 40 понял, что те местные-то, они на нас смотрели не приязнью, а просто как мы сейчас смотрим на таджиков. То есть абсолютно такое же поведение, один в один было. Вот, конечно, для нас это неприятно, но есть повод задуматься. И вот еще такой момент, ты знаешь, недавно, ты, может быть, слышал, может быть, нет, был очень громкий скандал в жилой зоне в Москве, хотели строить мечеть. Ну, разумеется, поднялась волна, известно чего, мгновенно. Стали выступать самые разнообразные люди, большинство из них вообще даже не разбирались в вопросе. Ну, тем не менее, ну, такое у нас общество. У нас принято, да, не разбираться в вопросе и, тем не менее, поднимать шум. По каждому поводу. Разумеется, основной тон был негативный. Ну, там жители, разумеется, что-то говорили, ну, и заводилы выступали. Но, тем не менее, все-таки, вот, мне кажется, соседство даже такое, оно зачастую помогает сглавить острые углы. Я, к сожалению, не помню, как называется этот город и где он находится, но где-то на Ближнем Востоке, если я не ошибаюсь. Я не хочу врать, опять же. Видел в одной из общевразительных передач. Этот город исторически является таким, знаешь, как бы котлом, в котором варились все эти годы и века. Бок о бок христиане жили и мусульмане. А в этом городе то ли где-то на какой-то главной площади, то ли на какой-то главной улице стоят прям через дорогу друг от друга, по-моему, чуть ли не копский, что ли, православный храм и мечеть. Ты, может, сейчас имеешь в виду Ливан? Я не знаю, ну, где-то видел. В общем, не хочу врать, было давно дело. И как раз вот это соседство является хорошим показателем и примером того, что люди могут жить рядом, невзирая на религии. Потому что все эти распыли нужны кому угодно, но не простым людям. Для простых людей, которые действительно искренне верят, главное значение имеет именно истинный Бог. Неважно, как его назвать. Поэтому, если говорить об этом скандале, люди просто не понимают. И не отдают себе отчета в том, что так же, может быть, кому-то будет неприятно, коренному жителю России, мусульманину. Может быть, ему будет неприятно, что где-то много строят церквей, а мечети нет. Надо как-то все-таки это дело уравнять. Да, кстати, в конце концов, съездите в Казань. Да вот, что говорить, Александр пишет, он, кстати, сегодня с нами. В Нижнем Новгороде мечеть стоит около канатной дороги. Канатная дорога – это центр города, да? Почти центр города. Никто никому ничем не мешает. Потому что людям, не мусульманам, да, им хочется какой-то, опять же, вот это, не знаю, вкуса драки, что ли, крови, скандала на пустом месте. И главное, вот здесь, мне кажется, поставить себя на место нормального, обычного, адекватного мусульманина. Как вот тебе, да, вам будет, если вы, мусульман, живете в России, а вокруг вас ваши же соседи, с которыми вы здоровались каждый день, вдруг начинают исходить пеной и кричать. Никакой мечети тут не будет. Как вот это человек вас примет? Точно такие же граждане трудятся, работают. К тому же, если уж опять вспомнить национальный вопрос, много есть мусульман, русских. Да. Вот об этом. Никто не запрещает быть, исповедовать любое вероисповедание вне зависимости от национальности. Ну, сейчас, к сожалению, только крайние примеры этого есть. Да, к сожалению, да, к сожалению, да. Вот. Ну, все-таки, ну, я все-таки хотел тебя спросить, ты как считаешь, ну, нужно строить, нужно как-то сближаться? Мы никуда друг от друга не денемся. Я думаю, культурно. Мы многонациональная страна. Да, культурно, культурологически, духовно и по-всякому сближаться нужно и находить точки соприкосновения. Потому что это единственный способ воспитать в будущем поколение людей разных национальностей и вероисповедания в рамках одной страны, которые будут жить нормально, адекватно и не устраивать вот такие вот стрельбище во время свадебных кортежей. И избегать таких вот национальных закрытых кубышек, да, в которых не пойми, что варится. И уж явно там не очередной, ну, я, к сожалению, сейчас, ну, Микоян тот же самый самолет-строитель. Явно оттуда не очередной Микоян через несколько лет выйдет. В конце концов, очень, да вот показательный пример, Средняя Азия. Во времена Российской империи это был огромный стимул. То есть соседство с русскими, с другими народами для, в общем-то, ну, культурного развития. Все. 90-е годы, посмотрите, что там сейчас. Да даже любые фотографии поверните. Вы увидите, что деградирует просто грандиозными темпами. Ну, я не говорю сейчас про развитые республики, типа там Казахстан, а того же самого. Единственное, что не хватает сейчас вот нашей пестрой очень стране, это именно понимание и стремление к пониманию. Слушай, Виктор, а давай вот немного так переведем это на нашу почву. Не знаю, это корректно или некорректно, может, я кого-то обижу. Очень бы этого не хотелось. Да, кстати, дорогие друзья, телефон прямой эфиры 307-4. Если вам есть что сказать, обязательно звоните, мы с вами это обсудим. Вот у нас ведь город тоже интересный. С одной стороны, он закрытый. В силу ряда особенностей, он побогаче близлежащих населенных пунктов. Я думаю, мы все это понимаем. И очень многие люди из окрестных сел и деревень не стремятся сюда попасть. Я думаю, это ни для кого не секрет. Вот у нас не возникает в городе таких же проблем, да, между коренными жителями и людьми, которые приехали сюда в поисках лучшей жизни? Скажу так, возникает. Разве что, слава богу, у нас не устраивают такие шумные свадьбы. Но тут уже все эти споры и конфликты, разумеется, они гораздо где-то мягче и не такие кричащие. Не носят, разумеется, они уже национального характера, поскольку к нам приезжают в основном выходцы из деревень. Но да, некоторые из них действительно приносят с собой нечто нежелательное не только для нашего, а для любого города. Опять же, свинское отношение к быту, мы говорим о мусоре, о том, что люди, приехав в город, не понимают, что в город не нужно тащить деревню за собой. Ты приехал в город, чтобы быть жителем города. Это накладывает на человека ряд обязательств и какой-то бурсответственности. Слушай, а что значит тащить деревню? Я вот не совсем понял. Ну, вести вот этот вот нечистоплотный скотский образ жизни, который некоторые из них... Ты сейчас имеешь в виду деревню в негативном смысле слова. Да, да, да. Ведь опять же, приезжают те, кто, как ты сказал, ищет хорошей, легкой жизни. Ну, не легкой, в поисках лучшей жизни. Многие из них трудятся и очень сильно. Это хорошо. Но, как правило, люди, кто трудятся, они приезжают сюда именно трудиться. Не за статусом горожанина. Это очень важный элемент сейчас вопрос. Мне кажется, во многом это проблема национальной культуры. Потому что такое ощущение, что на Кавказе и много, где еще, в том числе и в самой России, она просто не развивается. Помимо стрельбы или сгиньки, там есть, я не знаю, литература, музыка, может, ремесленные традиции. Да, все упирается именно, как я говорил в самом начале нашего с тобой разговора, в банальное воспитание. Воспитание этическое. А что может тормозить именно такие воспитательные процессы? Тормозить? Ну, они же, естественно, в общем, всегда развиваются, понимаешь? Ну, их отсутствие их тормозит. То есть, невнимание родителей к этим вопросам. Или даже не то, что невнимание, а незнание родителей этих вопросов. В школе, опять же, среда обитания. Множество, множество факторов. Факторов, которые приводят к тому, что человек потом вырастает вот в это, о чем мы говорим сегодня с тобой. Просто, на мой взгляд, в любой национальной культуре, абсолютно в любой, будь то чеченская, дмуртская, украинская, русская, на самых низовых уровнях, вот все, о чем мы говорили ранее, то, что случилось в Москве, оно имеет место абсолютно везде. Возьмем, я не знаю, там, условно говоря, такую страну, как Южная Корея. 70 лет назад она была нищим государством. Беднее Попо-Новой Гвинеи, где люди до сих пор бегают с голым задом. Я прошу прощения. Тем не менее, да. 70 лет прошло. Люди работали. Причем два поколения работали полный рабочий день за миску риса. Но, тем не менее. Это все получило какое-то естественное развитие. Причем они не забыли свои ценности. Во многом, конечно, они восприняли другие, там, американские, европейские, которые к ним приносили. Но, тем не менее. Все, что у них было, все это есть, осталось, оно получило новое наполнение. Мне кажется, для России это особенно важно, учитывая, что, ну, на сколько национальностей? Я думаю, больше ста. Ну, наций, национальностей. Министерства, да. Вот. И только развитие национальной культуры, кстати, в том числе и русской. Многие очень часто упрекают. И я слышу такие интересные предложения, как там, а давайте не будем там строить вот этот храм. Давайте не будем излишне продвигать. Потому что это людей скорбит. Это, по-моему, вообще идиотизм. Такого быть не должно в принципе. То есть, любая национальная культура на развитом уровне, она агрессии не несет в принципе. Ты со мной согласен? Да. Ну, что же, дорогие друзья. А, вот, к сожалению, чуть не забыл. Ну, недавно же в Москве, буквально спустя два дня после вот этой свадьбы, произошло другое событие, когда корреспондент на данное из изданий в метро ночью сделал замечание трем чеченцам, которые активно приставали к двум девушкам, вот, за что получил вынос, по-моему, порезался. Когда его привезли в отделение вместе с этими ребятами, они ему активно пообещали, значит, подозвать друзей и с ним разобраться после беседы. Вот. Ну, корреспонденту не оставалось ничего другого, кроме как через свой блог живом журнале обратиться к людям с просьбой подойти помочь. Подъехало около 50 человек, значит, они его вывели, отвезли на вокзал, откуда он уехал. При этом в отношении трех задержанных чеченцев начали вести расследование. Выяснилось, что брат одного из них – боевик, несколько лет назад убитый. Кроме того, все они имели у себя на родине проблемы с законом. В Москве жили, ничем не занимаясь и не работая. Вот именно об этом я и говорил. Убегают от своих же собственных проблем, чтобы найти новое и себе, и другим людям окружающим в другом каком-то месте. Дорогие друзья, мы сейчас идем на небольшой перерыв, переведем дух. Оставайтесь с нами. Передача «Без дураков». Пора становиться умнее. Дорогие друзья, мы вернулись. Сейчас перенесемся по ту сторону Кавказского хребта, поговорим о событиях Грузии, а именно парламентских выборов, которые прошли там 1 октября. Проходили они по смешной системе. Часть депутатов выбирались по партийным спискам, часть избирались отдельно в округах. Всего должно быть, было избрано около 150 депутатов. Я сейчас не буду углубляться в подробности, они нам не особо интересны. Но суть в том, что партия «Грузинская мечта», которую возглавляет Бадри Патракцишвили, или как его полностью зовут, Бедзина, такие у них интересные имена, она, судя по всему, все-таки получила численное превосходство в местном парламенте над единым национальным движением, которое возглавляет печально известный в России Михаил Саакашвили, которого многие наши политики хотят за одно место вздернуть. Владимир Владимирович этим грешит. Очень часто высказывался, потом это все. Ну как, он, судя по всему, просто походя сказал, но это тут же подхватили и начали тиражировать. И здесь всегда. По свидетельству политологов, падение рейтинга правящей партии Саакашвили лично можно объяснить целым ворохом замороженных проблем, главными из которых, безусловно, является безработица в стране и взаимоотношения с Абхазией и Южной Осетией, а также их патроном Российской Федерации, то есть с нами. По данным социологических опросов, тремя главными приоритетами для населения Грузии являются создание рабочих мест, прекращение роста цен и обеспечение территориальной целостности. Причем внимание к последнему пункту, в отличие от первых двух, постоянно уменьшается. В конце концов, рейтинга и показатели ВВП – это прекрасно, но зарплату ими не выплатишь. И в этой связи, очевидно, образ Бедзины, как делового человека, эффективного менеджера, самостоятельно сколотившего крупный капитал, его состояние оценивается приблизительно в 6,5 миллиарда долларов, добавил баллов в пользу грузинской мечты. Тем более, что Иванишвили только в 2011 году занялся публичной политикой и не успел себе наскучить грузинам, которые за последние годы убедились в неспособности Михаила Саакашвили успешно управлять экономикой. Виктор, вот Грузия, с одной стороны, страна нам близкая, в конце концов, ходила в состав Советского Союза, затем и СНГ, откуда и вышла. И теперь, допустим, если ты захочешь купить программное обеспечение компании Microsoft, то там будет написано для стран СНГ и Грузии. Но, тем не менее, у тебя вообще есть какое-то отношение к Грузии как к стране? Если честно, то мое отношение к Грузии как к стране сформировалось именно в 2008 году. То есть, не именно как стране, а как государство. На тот момент под предводительством того же помянутого Саакашвили. До этого я знал о Грузии только Шварнадзе и бесконечных этих Кикабидзе, Гварцетеле и так далее. Это все, что я знал о Грузии, опять же, в культурном плане, в плане того, что она подарила человечеству, нашей стране. Но после этого еще в этот список попала Саакашвили. Да, конечно, на периферии сознания, да? Да, да, абсолютно. А вот вспоминая ситуацию четырехлетней давности, ты вообще вот за этими событиями, когда следил тебе, какие мысли в голову приходили? Мысли приходили в голову весьма печальные, ну, благодаря как раз и СМИ, которые удачно подогревали этот момент и приводили аналогии с Адольфом Гитлером, да, с его вероловным нападением. Опять же, плюс еще сыграло роль, что вот эта война двухдневная, да, кажется она называется теперь, случилась именно накануне, или во время открытия Олимпийских игр, по-моему, очередной, что с точки зрения, опять же, той же самой этики международной и всякой торгой военной, тоже является весьма сомнительным занятием, там уже даже Древней Греции мы знаем, да, войны останавливались, ну, как легенда гласит, на время проведения Олимпийских игр. То есть, с точки зрения любой, любых человеческих представлений, морали и всякого прочего, Саакашвили тут, конечно, показал себя весьма странным человеком, но странным он казался только для нас, для Южной Осетии и соседей восточнее, потому что западнее нас, да, мир видел все несколько в ином свете, потому что в то время я вел переписку электронную с гражданином Канады или с подданным Канады, там уже у них вроде как конституционная монархия, если не ошибаюсь, да? Ну, формально Канада входит в содружество государства. Ну, не судьба, в общем, с канадцем. Вел переписку, и он как раз меня спрашивал, что у вас там происходит, они там все думали, что действительно Россия напала на Грузию, вот так вот. Ага. То есть, это однозначно было. Ты помнишь все вот эти, потом, когда в каком-то ток-шоу, что ли, новостном американском по Ютьюбу ходила эта запись, и даже вот у нас, что когда человек стал говорить, или женщина, беженка, по-моему, стала рассказывать о бесчинствах грузинских солдат, ее быстро стали затыкать, когда она стала благодарить российскую армию. Племянница и ее тишина. Ну, что-то в этом роде, да. Не знаю, насколько эта история правдила, но так или иначе, суть в том, что западный народ, как всегда, прибывал в неведении и с хорошо промытыми мозгами. Ну, у них свои розовые очки, у нас свои. Да, да. Владимир Владимирович Путин интересно выразился по поводу ведущего, он говорит, начал крякать, кашлять, только в штаны осталось наложить, чтобы прервать этот поток. Но, тем не менее, вот после всех этих событий в Грузии начались активные реформы. Может быть, ты о них слышал, может, не слышал. Кстати, часть из них, они, как говорят, увенчались большим успехом, особенно вот эта реформа полиции, да, со стеклянными зданиями, где якобы все видно, в общем, и никаких там пыточных нету. Хотя, судя по последнему видео, вот беспредел в грузинской тюрьме прозрачные околотки тоже не спасают. И, тем не менее, вот где-то к году, наверное, в 2010-м уже активно так все это дело пошло, российская либерально настроенная общественность, она начала задавать такой интересный вопрос, почему Грузия смогла. Даже книжку такую выпустили, бывшая студентка, а ныне аспирантка высшей школы экономики, которая до этого училась у такого человека, как Ахам Бендукидзе, который впоследствии стал отцом всех этих преобразований. Она, в общем-то, написала, что там все довольно замечательно и хорошо. И многие наши либерально настроенные деятели начали ставить южных соседей нам в пример. Вот ты вообще веришь в то, что такая страна, как Грузия, у которой нет ни нефти, ни газа, ни каких-то других ресурсов. Боржоми у них есть? Ну, в Боржоми есть, но кому их продавать-то? Вот. Вот она могла взять и за пять лет вот так вот измениться. Ну, во-первых, не являясь политиком и политологом, и аналитиком, сказать не могу, но в принципе нет, особенно мы же, как правило, видим страну, страны зарубежные по примеру действия их правительств. А если посмотреть на правительство Грузии недавнее, которое сейчас уже, по-моему, доживает последние свои дни, и на главного представителя Грузии, того же самого Саакашвили, мне с трудом верится, что в этой стране может быть что-то настолько хорошо, насколько могут рекламировать их либеральные представители и всякие другие демагоги. Это вот мой, так сказать, личный бытовой взгляд на Грузию. Но у тебя просто в голове это не укладывается. Нет, может быть, там, конечно, люди живут, там все хорошо, но если посмотреть именно на оболочку внешнюю, на правительство, которое занимается, не пойми чем угодно, и не пойми, как оно, кстати, пришло к власти, потому что, как это называлось, оранжевая же революция прошла в Грузии. Это была революция Рос, оранжевая на Украине была. Да, да, ну, в общем, очень похожие, да, спонсированные, так сказать, ЦРУ западные мероприятия, про-западные. Поэтому весьма сомнительно мне, что все, что потворилось в Грузии последние, скажем, там, 10 лет, было сделано на благо именно грузинскому народу. Ну, кстати... Хотя я не могу судить, я же ведь там не живу. Ты знаешь, я с такой интересной точкой зрения столкнулся. Там, конечно, говорят, гораздо лучше стала ситуация с взяточничеством на самом низовом уровне. На верхнем это сложно отследить, особенно если... Не сложно побороть. На твоей стороне Соединенные Штаты и другие ведущие западные демократии. Но, тем не менее, там сложилась такая ситуация, когда, по сути, страну насильно ведут в светлое будущее. При этом, скажем, в этом светлом будущем нужно 20% населения, образованных, воспитанных, которые имеют довольно неплохую квалификацию, могут эффективно трудиться. Остальным 80% места вроде как не осталось процентами. Их на помойку. Поэтому, говорят, достаточно отойти, скажем так, от центральных дорог или от того же самого Тбилиси, столица, там, на 50-100 километров, и вы увидите, что люди живут точно так же. И, в конце концов, вот эти выборы, люди же не просто так отдавали свои голоса за оппозицию. Вот после 10-ти лет правления, да даже больше. Предыдущие выборы в парламент, ну, не предыдущие, а вот как раз во время прихода Михаила Саакашвили к власти в 2003-м, они сколько уже прошли, 9 лет назад. Ну, видимо, что-то все-таки не получилось. То есть, конечно, какие-то красивые здания и модные заведения появились, но тем не менее. У меня вот еще такой последний к тебе вопрос. Он прозвучал буквально несколько лет назад из уст одного иерарха нашей русской православной церкви. Вот для вас вообще, ну, как для меня, для тебя имеет значение то, что, скажем, грузины – это наши единоверцы. И, может быть, вот как бы особое отношение к этому народу жильбратское, что, ну, не надо бы нам с ними воевать. А, ну, я бы так, наверное, к ним относился, если бы мы все еще жили при царизме, и у нас руководство с этим триединством, как там, православие, самодержавие, народность. Да. А сейчас, в принципе, мне вот эта роль не играет. Для меня, я думаю, для прошлого, опять же, россиян. Потому что, ну, какая разница, кто они там. То есть, вот ты как представитель молодого поколения, главное, чтобы люди были адекватные. Ты уже на это внимание не обращаешь? Уже нет. То есть, тебе это абсолютно не важно? Для тебя, вот скажем, украина… Я, конечно же, отмечу для себя, что, да, вроде как бы христианская цивилизация, одни из представителей, но не более того. Ну, то есть, все-таки есть. Ну, последний вопрос тебе задам. Ты как вообще надеешься, что восстановится у нас отношение, или тебе, в общем-то, не критично? Ну, поскольку Грузия – это не самый близкий друг и не самый выгодный товарищ, то, наверное, все равно. И, опять же, повторюсь, главное, чтобы сама Грузия не устраивала проблем ни для себя, ни для близлежащих государств, ну, как следствие, ни для нас. Я все-таки надеюсь, что отношения восстановятся. Потому что живем вместе давно, и за всю историю таких вот случаев не было, к счастью. К сожалению, то, что произошло, то и произошло, и нам потребуется еще много лет, чтобы это изменить. Ну, что ж, мы закончили со второй темой. Уходим на перерыв. Дорогие друзья, выходим на финишную прямую нашей передачи. Времени остается совсем немного. Поговорим мы сейчас о поездке саросских врачей в Южную Осетию. Кстати, национальную музыку, которую вы сейчас можете слышать на заднем фоне. Мы все втроем ее оценили. Думаю, вам она тоже понравится. Ну, что ж, 12 сотрудников клинической больницы номер 50 побывали, как вам всем, я думаю, надеюсь, известного Республики Южная Осетия. С 31 августа по 14 сентября медицинские сестры и врачи различных специальностей проводили диспансеризацию местного населения. В то же время двое специалистов КБ-50 оказывали помощь коллегам в Абхазии. 26 числа вернувшиеся медики встретились с представителями городских СМИ и рассказали о полученном опыте. Как отмечают сотрудники, Южная Осетия отмечает сострой нехваткой специалистов и очень благодарное отношение местного населения к врачам из России. Ну, что ж, Виктор, вот на такой приятной ноте мы сегодня закончим передачу. Я думаю, это и я горды за наших земляков. Все-таки это большое дело вот так вот взять, поехать на две недели далеко-далеко. В общем-то, и судя по тому, что мы увидели на фотографиях, ну, скажем так, не самое обеспеченное удобство и место. Да, ну, во-первых, наверное, я думаю, стоит сказать, что мы старались пригласить сегодня хотя бы одного из этих врачей на передачу. Но, к сожалению, они все люди занятые, преданы своему делу, у всех полно забот и других, и ответственности перед пациентами, что очень здорово, и это лишний раз показывает, какие наши врачи старовские молодцы. Да, честно говоря, поначалу, когда я услышал об этой новости, думаю, ну, съездили, съездили. Потом мне повелась другая мысль. Зачем? Неужели там, не знаю, почему-то именно из нашего города и почему именно вот сейчас и именно вот в Осетию. А теперь прошло пару дней, и я понимаю, что действительно это очень здорово и показательно. Не в плане того, какие у нас хорошие врачи, что это тоже, конечно, здорово и очень важно, а в плане того, что все-таки и в Осетии что-то станет хорошо, может быть, ненадолго, да, с медициной. И вообще показательно само сотрудничество стран не на привычном экономическом или геополитическом уровне, да, а на уровне, я бы даже сказал, каком-то человечном. Ну, конечно, конечно. Коммунитарном. И это очень здорово, я считаю. Да нет, вообще отлично. Просто исторически в России так повелось, что народ участвовал в жизни родного государства, как правило, на войне, да. То есть призывали рекрутов, и это была единственная возможность для человека из центра России попасть в неведомые ему страны, да. То же самое в Великой Отечественной войне. Повыдергивали со всех краев, деревень, аулов. И тоже, в общем-то, вывели. А здесь такое общее дело, казалось бы, ну, чем саровские медики отличаются от других? Не, ну, конечно, мы все их очень уважаем и считаем лучшими, но тем не менее. Вот наши обычные саровские медики на обычном борту прилетели и оказали помощь. И как-то на это смотришь, и, ну, хорошо становится, да, в душе. Чувствуешь, что есть еще люди, которые готовы самоотверженно трудиться. Все-таки врач – это профессия очень тяжелая и, ну, не самая благодарная в наше время. Надо это понимать. Да, и что, кстати, перекликается несколько с надвигающимся праздником других представителей не самой популярной профессии нынче. Но я хотел сказать сейчас о том, что, насколько понимаю, все врачи в этот состав медицинский, кто поехал в Осетию, это волонтеры, да? То есть на добровольной основе люди собрались и поехали, или просто были какие-то списки. Это я просто к тому, что это, опять же, хорошо и здорово, когда люди действительно собираются и изъявляют желание поехать кому-то помочь. Особенно, если это делают врачи. Потому что мы знаем, что, наверное, нет профессии светлее, важнее и лучше, чем врач. И нет такого, и нет лучше врача, чем врач, который самостоятельно и добровольно, да, вызывается куда-то поехать кому-то помочь. Ну, ты знаешь, я думаю, к нам в эфир кто-нибудь из этих врачей еще придет. Может быть, и не в нашу передачу. Я думаю, да, стоит пригласить обязательно. Вот у нас же есть проект «Территория здоровья» и обязательно хотя бы вскользь, но это дело упомянем. Ну что ж, дорогие друзья, время прямого эфира подошло к концу. К сожалению, почти совсем никто не звонил. Что нас немного удивило. Но, тем не менее, эфир, как мне кажется, прошел вполне удачно и интересно. Дорогие друзья, небольшой объявленица. Завтра участником проекта «Наша безопасность» в эфире радио «Говорит Саров» станет заместитель начальника полиции по оперативной работе Игорь Гришин. Будут обсуждаться случаи мошенничеств. Вопросы вы можете задать по телефону редакции 769-96 или завтра в прямом эфире по телефону 3-107-4. Что ж, дорогие друзья, сегодня для вас работали ведущий музыкально-озвлекательного шоумиксера Виктор, Янтон Андреев. Ну что ж, Виктор, по доброй традиции расскажи нам, что будет в пятницу хотя бы в общих чертах. А в общих чертах я уже, сам того не ожидая, намекнул. В ближайшую пятницу мы будем говорить про и о учителях. Об учителях из большой буквы, о профессии педагога и самом преподавательском ремесле, потому что, как я уже упомянул, близится. Вот-вот скоро наступит день учителя. Говорить будем честно, без дураков. Говорить будем честно, без дураков, да. И, как всегда, с хорошей и интересной музыкой. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Это была передача «Без дураков». Увидимся на следующей, услышимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин